Всем привет! Сравнение смартфонов Apple iPhone 6s против Apple iPhone 8. Со стоимостью и наличием можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить их стоимость. По внешнему виду Apple iPhone 6s это устройство сделано в цельном корпусе. На передней части, так же как и у iPhone 8, дисплей 4,7 дюйма, разговор на динамике, фронтальная камера, датчики приближения освещения, кнопки для управления устройством, а также это датчики отпечатка пальцев, только iPhone 6s это механическое, а тут с 3D Touch. На задних частях камеры лет вспышки, сверху нет ничего, снизу порт, да вот еще одно отличие снизу. У iPhone 6s есть джек для наушников, у 8-ки нет, порты лайтинг, динамики, микрофоны. На левой грани кнопки громкости, справа кнопки включения и слоты для наносим карточек. У iPhone 8 корпус выполнен стекла и металла, спереди и сзади закаленное стекло и металлическая контовка, а тут цельнометаллический корпус. Включим устройство, сделаем это одновременно, посмотрим кто загрузится быстрее. Кнопки зажал одновременно, но вот клик раньше на iPhone 6s. Смотрим кто загрузится быстрее. Восьмерка загрузилась и шестерка загружается. Дисплей здесь одинаковый, IPS дисплей, разрешение этих дисплеев 1334 на 750 точек, это Retina HD 4 и 7 дюйма, что там, что там. Так, дальше идем, теперь переходим в санитетический тест. Geekbench 4, открываем Geekbench 4 по техническим характеристикам. У Apple iPhone 6s процессор двухъядерный, который работает на тактовой частоте 1,85 ГГц, 64-битный. Оперативной памяти 2 ГБ встроенной памяти встроенной памяти в данной модели 64 ГБ. Apple iPhone 8, процессор Apple 11, Bionic, это процессор 4,2, который работает на тактовой частоте 2,4 ГГц, оперативки 2 ГБ встроенной памяти также 64 ГБ. Запускаем тесты процессоров и увидите уже сам результат. Результат теста процессора. Видим, что превосходит в два раза в однайдерном тесте, почти в два раза, и более чем в два раза в мультиядерном тесте превосходит восьмерка 6s. Смотрим на результаты теперь видеоускорителя. Запускаем видеоускоритель, видите результат. Результат видеоускорителя в полтора раза мощнее восьмерка в этом тесте. Так, сейчас добавим яркости. Тут яркость максимальная на 6s, да. Закрываем ГБ 4, переходим к следующему тесту. А тут у менеджмент, смотрим на результат тут. 150 тысяч против 225 тысяч у iPhone 8. Закрываем, переходим в тест интернета. Откроем сайт Apple.com. Открываем Apple.com. Так, и перейдем по вот этой вот ссылке одновременно. 6s загрузил быстрее, интересно. Пробуем еще раз. В этот раз тоже 6s был быстрее. Теперь восьмерка. Вроде 6s чуть-чуть быстрее. Снова 6s быстрее. Перейдем на сайт Samsung, например. Samsung.com Samsung.com Переходим на этот сайт. Так, 6s призадумался. Вот, и перешел. Давайте по этой ссылке. Восьмерка загрузила быстрее. 6s думает. Возвращаем назад. Примерно одинаково возвращает. Сюда. Восьмерка загрузила. Быстрее, чем 6s. Снова восьмерка была быстрее. Ну, в принципе, видите, что давайте еще на одном сайте. Mi.com есть такой сайт. Одинаково. Тоже одинаково. В общем, видите, возможно, восьмерка чуть быстрее работает. Но непринципиально быстрее. Восьмерка была быстрее. Закрываем. В принципе, 6s вполне себе неплохо показал в этом тесте. Я думал, что разница будет более значительна по сравнению с iPhone 8. Перед этим тестировал с семеркой. С семеркой тоже разницы не было. И видим, что с 6s тоже критической разницы нет. Вот, теперь в тяжелую игрушку переходим. Пап Мобайл. И увидите уже сам игровой процесс. Посмотрим, будет ли разница тут. Загрузилась игра. Что ж, смотрим по графике. Давайте, давайте, давайте 6s. У нас 6s высокая графика. Это не максимальный уровень, но при этом игра работает плавно. Достаточно плавно. Абсолютно играбельно, но не на максимальном уровне работает игра. Это не самый высокий уровень графики. На восьмерке смотрим. На восьмерке самый максимальный уровень графики и работает одинаково. Мы одинаково в смысле по плавности. Но по графике лучше на восьмерке. В общем, Пап Мобайл лучше работает на восьмерке. Тоже есть разница. Игры будут работать уже сейчас. Будет заметна разница между восьмеркой и 6s. Некоторые игры будут работать лучше. Как вот, например, Пап Мобайл. По плавности они работают одинаково. Но по графике лучше на восьмерке. Вот. И в принципе будут игры, в которых на восьмерке будет лучше работать. Кроме Пап Мобайл. Вот, идем дальше. Теперь камеры. Камеры основная. У восьмерки основная камера 12 мегапикселей. Фронтальная камера 7 мегапикселей. У 6s фронтальная 5 мегапикселей. Основная 12 мегапикселей. И теперь я покажу вам приместников на основные камеры этих устройств. В сравнении сможете оценить их качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Байл. Комментируйте, ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok